Ну что же, давайте поближе рассмотрим и распакуем данную модель роутера. Вот такая коробочка, здесь есть описание на русском, английском, есть серийные номера, есть QR-код для того, чтобы скачать и установить приложение. Также он повторяется вот здесь, приложение для того, чтобы управлять с телефона. Я, честно говоря, никогда не устанавливал это приложение. Все удобно редактируется, управляются настройки, все прекрасно работают с веб-морды. Я сейчас покажу это все с ноутбука, но в принципе то же самое можно и с телефона осуществлять. Описание в OnePort, LAN-порты, использование, также краткое описание о том, как использовать роутер можно. Открываем коробочку, выпали некоторые уже бумажечки, здесь их очень много. Целая куча ненужной макулатуры, но в принципе все на русском языке, если у вас будет желание это все изучить, вот такие вот большие, вся информация здесь есть. Сам роутер, коротенький патч-корд плохого качества, ну, в принципе достаточно для того, чтобы подключить, причем обжат он 4 пары, точнее 2 пары, 4-х ожильный провод, но в принципе здесь 100 мегабитные порты, здесь больше не нужно. Единственное, что Wi-Fi только работает через Wi-Fi 300 мегабит, если он в режиме моста работает. Блок питания 9 вольт и 0,6 ампера. Вот такой 9 вольтовый, но скажу, забегая наперед, что у меня он работал и от 12 вольтового блока питания, и ничего с ним не случилось, на протяжении нескольких лет он прекрасно работал. Сам роутер идет вот в такой пленочке, две антенны, 5 децибельные. Здесь имеется 3 индикатора Wi-Fi, соединение с интернетом будет красным мигать, если его нет, и зеленым, если оно есть, и наличие подключения по LAN-порту, причем здесь общий один индикатор, не так как на 841 модели, где под каждый порт свой индикатор. Вентиляция везде, вот так вот осуществлена антеннка, двигаются на 180, и вот так можно как угодно его повесить. Можно повесить, вот здесь есть специальное отверстие для того, чтобы закрепить его на стене, к примеру, в таком вертикальном положении, в большинстве своем он стоит вот так, вертикальные антенки и роутер. Сзади имеем порт питания, разъем такой же, как на 12 вольт, кстати, WAN-порт и 4 LAN-порта, кнопочка сброса и VPS. Сброс осуществляется, если зажать эту кнопочку на 8 секунд, мигнут индикаторы здесь, и роутер сбросится к заводским настройкам. Здесь есть информация о том, как зайти на веб-морду, то есть на веб-интерфейс tp-link-wifi.net, либо же 192.168.1.1, пароль и логин будут админ по умолчанию, серийный номер и модель. Это важно для того, чтобы скачать нужную прошивку, версия 6.20. Это дальше мы увидим, зачем нужно, если вы хотите прошиться. Название сети Wi-Fi по умолчанию tp-link 11cc, и к ней же пароль Wi-Fi. То есть, если у вас нет ноутбука, то вполне можно зайти через Wi-Fi сеть, вот таким вот паролем, и начать настройку непосредственно с смартфона. Это тоже много раз осуществлял, потому что это самая ходовая бюджетная модель у меня при установках, вот таких вот бюджетных установках, где не требуется особых задач. В спецификации, кстати, указано на сайте, что роутер для двухкомнатной квартиры, вот так и написано, вот с этими антеннами он будет работать у вас, покрывать полностью эту квартиру. Отлично. И как показывает практика, все так и есть. То есть, для своих задач справляется он прекрасно. Так, ну что же, давайте перейдем на веб-модах. Что нам нужно для подключения? Для подключения, конечно же, нужно подключиться к питанию. Вставляем блок питания и в розетку его. Когда он загрузился, мы можем подключиться либо вот этим патч-кордом, но обязательно подключаемся к ноутбуку, к одному из LAN-портов. Не к LAN-порту, к любому. Роли это не играет никакой. Либо же подключаемся по Wi-Fi, но я предпочитаю подключаться по LAN-порту, если есть возможность. Это намного надежнее. Этот конец мы подключим к ноутбуку, либо к компьютеру. Итак, роутер запустился. Мигает индикатор красным цветом. Вот официальный сайт TP-Link.com, на котором я нашел данную модель 840 и V620, версия, которую мы посмотрели на наклеечке информационной, которая находится на донышке роутера. Описание все, как я и сказал. Он работает только в сети 2.4 ГГц, причем 30 Мбит только в режиме моста. Wi-Fi покрытие для двухкомнатных квартир. Вот так указано. Две фиксированные антенны, четыре точки, четыре режима работы. Это сам роутер непосредственно, когда вы подключаете Ethernet-порт и раздаете Wi-Fi по дому. Режим точки доступа, который преобразовывает ваш проводной интернет в беспроводной. Режим усилителя Wi-Fi сигнала, один из также интересных и часто используемых режимов работы. Мы сейчас его тоже рассмотрим. Wi-Fi усилитель сигнала. Отлично работает. И режим WISP, это как раз таки WISP, когда Wi-Fi сеть принимается Wi-Fi роутером и раздается далее по квартире Wi-Fi сеть провайдера. Здесь как раз таки достигается максимальная скорость при наличии хорошего сигнала. Одноядерный процессор, один One-порт 100 Мбитный, четыре порта LAN, также 100 Мбитный. Все остальное рассказал. Шифрование Wi-Fi WPA2 PSK поддерживается. IPv4 и IPv6, фильтрация адресов, контроль времени проводимого в сети. Также можно настроить отдельно гостевую сеть и там же ограничить скорость Wi-Fi. Системные требования, тестовые данные по мощности передатчика. Если вам эта информация будет интересна, управление с веб-интерфейса, приложение и эмулятором. DDNS, IPTE, IGMP, прокси и снупинг. Проброс портов, порт триггерин, DMZ и APN. Также он поддерживает. Все это отлично. Типы One-подключения, динамический IP, статический PPoE, PPTP и L2TP. Вот такие вот варианты подключения от вашего провайдера должны быть. Здесь же на этом сайте можно в разделе поддержка загрузить прошивку. Если вас не устраивает по той или иной причине ваша прошивка. Здесь вот выбираем аппаратную версию. В нашем случае это 6.20. Но есть и версии 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Я показывал уже для 841 роутера. Здесь описание, документация. И переходим непосредственно вот в прошивки. В прошивках это официальный сайт, официальные прошивки, само собой. В прошивках внимательно смотрим язык, русский, версию 1806.22. Мне что-то кажется, что она у нас стоит по умолчанию. Сейчас проверим и дату публикации. Обычно здесь в примечаниях пишется, что исправлено в данных прошивках и какие баги были до этого, что исправлено в новой прошивке. Вот таким вот образом скачиваем софт. Софт улетел. Распаковываем его и далее покажу, как это все дело происходит на самом роутере. Для начала его нужно подключить. Так, я распакую и покажу, что в прошивке сама прошивка это бинарный файл BIN и есть информационные файлы PDF. А сама прошивка вот она здесь. Переходим к настройкам роутера. Если выбрать Wi-Fi, то мы увидим уже название нашей Wi-Fi сети. Вот он TP-Link 11CC и можно подключиться в принципе используя пароль Wi-Fi, который написан на донышке роутера уже прям вот так вот. Но я предпочитаю подключаться LAN портом. Адрес, как я сказал, TP-Link Wi-Fi.net но можно также использовать адрес 192.168.0.1 и в итоге попасть на вот такую стартовую страницу. Выбираем язык, нажимаем начало. Здесь имя пользователя и пароль admin.admin как указано. Все на той же наклеечке. Ну и так же инструкции. И попадаем на вот такую стартовую страницу. Здесь все очень удобно и быстро организовывается, потому что можно в быстрой настройке жмем далее выбрать сразу то, что вы хотите от своего роутера. Беспроводной роутер, как правило точка доступа либо же усилитель Wi-Fi сигнала. Давайте я сначала вам покажу как прошивается роутер в системных инструментах. обновление встроенного ПО. Здесь мы видим V6 и версию нашего ПО 0.9 1.4.1. от 18.06.22 как раз таки. Такое же ПО, которое мы скачали. Выберем файл в загрузках 18.06.22 поэтому смысла обновляться пока я не вижу. Это тоже ПО, которое мы только что скачали с официального сайта. Здесь можно настроить время, поставить часовой пояс, также перезагрузки настроить, автоматическую перезагрузку. Я рекомендую это делать по расписанию раз в неделю хотя бы один день какой-нибудь выбрать и поставить, чтобы он ночью перезагружался. Сохранить. Это поможет сохранять стабильность вашей Wi-Fi сети. В сети в настройках One-порта. Вот здесь есть гостевая сеть. Можно ее включить либо выключить, назвать как-нибудь, сделать защиту либо оставить без защиты. Также можно ограничить скорость, если вам это будет необходимо. К примеру, поставить 5 Мбит для того, чтобы гостевая сеть не сильно загружала основную сеть. Поставить переадресацию, виртуальный сервер, переключение портов DMZ и APN в беспроводном режиме мы сразу же можем изменить название сети на какую-нибудь свою сеть. Сохранить. Далее в настройках защиты беспроводного режима мы можем выбрать тип беспроводного режима либо же отключить вовсе пароль и соответственно здесь вот изменить пароль на любой вам необходимый. Не забываем нажимать кнопочку сохранить. Рабочий режим. Самый интересный момент, если у вас нужна необходимость у нас раздать проводную сеть по дому через Wi-Fi выбираем беспроводной роутер нажимаем сохранить все окей. Если вам нужно усилить покрытие вашего Wi-Fi роутера уже который у вас стоит в помещении в комнате но добивает очень слабо потому что к примеру встроенные антенны на том же телефоне либо же ноутбуке бывает так что работают очень плохо и выносные которые внешние антенны здесь стоят 2 децибельные 2 антенны 5 децибельные они помогают усилить сигнал и далее раздать уже даже кстати можно раздать и по LAN порту если роутер принимает сигнал по Wi-Fi далее можно раздать его через LAN порты 4 порта на устройства которые не поддерживают Wi-Fi те же телевизоры к примеру без Wi-Fi модуля усилитель сигнала Wi-Fi сохранить роутер перезагружается и так роутер перезагрузился и мы видим беспроводный режим усилитель рабочий режим усилитель Wi-Fi сигнала здесь в быстрой настройки переходим далее далее мы можем выбрать сеть которую мы будем усиливать здесь будет список сетей у меня эта сеть всего лишь одна называется она AZS мощность сигнала 95 в чем-то измеряется 95% будем считать так 95% это при том что роутер этот находится в одном помещении вместе с роутером усилителем соответственно будем считать что максимальная мощность сигнала это 100% но по практике скажу что все что ниже 50% не очень хорошо канал на котором работают оба роутера это важно и далее жмем подключить если это ваша сеть напротив нее жмем подключить здесь вносим пароль этот пароль должен быть от сети Wi-Fi которую вы хотите клонировать либо усилить либо раздать вносим пароль который там есть 8 цифр здесь вы можете переназвать сеть по другому к примеру нажал вот здесь настройка AZS Exit либо AZS 1 либо вообще по другому назвать там TTT сеть и нажать далее также если мы нажмем вот здесь выбрать копировать из корневой точки доступа то все данные название сети и пароль будет совпадать с паролем от точки доступа которую вы хотите усилить далее выбираем тип порта статический IP либо же Smart IP нужно поставить Smart IP это будет намного надежнее жмем далее все и дальше уже после нажатия кнопки завершить роутер будет выдавать Wi-Fi сеть точно такую же как и Wi-Fi сеть вашего роутера который мы усиливаем название и пароль будет совпадать телефон автоматически будет перепрыгивать на сеть данного Wi-Fi роутера вот такая вот настройка я думаю что все максимальную информацию которую можно дать по этому роутеру я дал кстати здесь в фильтрации MAC адресов можно еще также добавить MAC адреса которым можно запретить подключаться к данной сети тоже иногда бывает полезно когда кто-то из ненужных людей узнал Wi-Fi либо вы ему дали и он постоянно пользуется этим Wi-Fi вашей добротой подключается к Wi-Fi и вы не хотите менять пароль здесь можно уже заблокировать MAC адрес и не давать доступ к данному роутеру с этого MAC адреса вот такое вот видео по бюджетному и наверное одному из самых популярных хотовых роутеров TP-Link 840 их своей ценовой категории если не учитывать микротики разные и более профессиональное оборудование TP-Link TL-WR840N роутер очень хорошо себя показывает обеспечивает достаточно хорошее покрытие сетью Wi-Fi и стабильную работу стабильную скорость для просмотра IPTV и различных приложений по Wi-Fi всем спасибо за просмотры подписываемся на мой канал смотрим другие видео по теме спутникового ТВ по теме смарт-приставок Android TV Box и настройки различных устройств пока пока